И в начале выпуска об эпидемиологической ситуации в Ненинском округе. За последние сутки в результате лабораторных исследований подтверждены 5 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – жители города Нарьинмары и поселка Искателей. По данным на 17 ноября на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19 находится 111 пациентов, в том числе 15 из них – бессимптомные носители. 17 заболевших с наиболее тяжелыми формами инфекции получают лечение в стационаре Ненинской окружной больницы. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние четверых стационарных больных оценивается как крайне тяжелое. Шестерым назначена кислородная терапия. Еще 94 пациента с диагнозом COVID-19 получают необходимое лечение амбулаторно. Теперь бесплатно. Ненинскому округу из федерального бюджета на бесплатные лекарства амбулаторным больным выделен 1 миллион 700 тысяч рублей. Более 100 рецептов льготных на сегодняшний день уже обслужено и люди получили лекарства. Текущую эпидемиологическую ситуацию и меры, принимаемые в ходе лечения больных коронавирусом, обсудили на оперативном совещании главы региона. Речь также шла и о поставках наиболее эффективных лекарств для лечения COVID-19 в стационар Ненинской окружной больницы. Об этом ранее из красной зоны говорили губернатору сами медики. Встреча в режиме видеоконференц-связи состоялась в минувшие выходные. В ходе нашего общения с врачами, медиками, они поставили несколько проблемных вопросов. Ну, в частности, речь шла о препарате, который позволяет быстрее вылечивать больных ковидом. Он называется барицетиниб. Достаточно востребованный сейчас, он дефицитный. Он выходил на связь с министерством и обещали помочь. В самое ближайшее время нам дадут этот препарат. Поэтому вам поручаю отработать технические вопросы получения этого препарата. Его нужно срочно передать в окружную больницу. Еще один немаловажный факт, отмеченный губернатором, это защита самих медицинских работников, работающих с инфицированными. И здесь очень важно обеспечить врачей и средний медицинский персонал качественными защитными костюмами. Чтобы они были качественные и удобные для врачей. Напомню, в Ненецком округе действует режим повышенной готовности. Ограничительные меры действуют в отношении предприятий общественного питания, которые закрыты для посещения с 23 часов до 6 утра. А также касаются организаций свадебных церемоний в ЗАГСе, на которых могут присутствовать только молодожены и регистратор. В общественных местах и на транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Прибывающие в округ должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции, либо пройти курс двухнедельной самоизоляции. С начала пандемии в регионе проведено более 12 тысяч ПЦР-исследований. За прошедшие сутки 289. Более того, чтобы увеличить количество ПЦР-тестирований, в Ненецкую окружную больницу закупят новое оборудование. Федеральные средства выделены, сейчас отрабатываем по приобретению оборудования. Самый сложный был вопрос – это в помещении. Есть два предложения, в принципе, они оба приемлемы, с Роспотребнадзором согласованы. То есть сейчас будем запускать, чтобы на базе наших медицинских организаций дополнительно проводить ПЦР-диагностику. ПЦР-исследование планируется делать в две смены. За сутки к сегодняшним цифрам добавится еще порядка 200 тестов. Стоимость теста для тех, кто решит сделать его самостоятельно, не будет превышать полутора тысяч рублей. Запустить новую лабораторию профильный департамент планируют в конце ноября. Мы с вами просто обязаны сейчас нарастить количество ПЦР-тестов. И сделать это, не пытаясь вытащить у людей деньги. Надо дать возможность людям проходить это ПЦР-тестирование. Если контактное, то бесплатно. А если кто-то просто перемещается и делает это на коммерческой основе, значит цена должна быть минимальная, доступная. Поэтому в максимально короткие сроки разворачивайте лабораторию ПЦР-диагностики и увеличивайте количество тестов. Что касается работы образовательных организаций, то большинство из них продолжают обучение в вочном режиме. На карантине из-за превышения питпорога по сезонным заболеваниям ОРВИ находятся воспитанники двух групп в городском детском саду «Солнышко». Также на карантин закрыты два сельских детсада в поселках Харивер и Красное. По ковиду у нас закрыта одна группа в СПО, Ненецкое профессиональное училище, но там из-за контакта. То есть там тоже не вспышка, а просто контакт, поэтому закрыты на самоизоляции. На сегодняшний день на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненецкому округу состоит 689 человек. Они находятся на самоизоляции дома. Иван Никонов, Антон Водряков, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова